Парк Зелёный остров Научная конференция Клычевские чтения Их судьба отдана на откуп регионам Неравнодушные жители республики Выступили против нового закона Возможной автоназии продячих животных Здравствуйте на телеканале Россия 24 Информационный выпуск Вести Карачаева Черкесия С вами Мурат Синтьюзов Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов В Москве встретился с министром гражданской обороны Чрезвычайным ситуациям и ликвидации Последствий стихийных бедствий Александром Куренковым На встрече рассмотрели выполнение Комплекса мероприятий в условиях Паводка опасного периода И пожароопасного сезона А также вопросы взаимодействия Экстренных оперативных служб При реагировании на природные опасности Рашид Тимрезов отметил Что в республике за два последних года В 12 населенных пунктах Проведены руслоочистительные и дноуглубительные работы Построены и отремонтированы берегозащитные дамбы На сегодняшний день для контроля уровня рек Задействовано 13 постоянных гидрологических постов Одна из достопримечательностей Черкесска Каскадная лестница Ведущая в парк культуры и отдыха Зеленый остров Своим преображением порадует Как жителей, так и гостей республиканской столицы Год назад жители Черкесска В рамках национального проекта Жилье и городская среда Проголосовали за благоустройство Основного спуска в парк И вот пришло время реализовать задуманное За началом ремонтных работ Наблюдал наш корреспондент Артур Мхце В течение нескольких ближайших месяцев У жителей гостей Черкесска Будет на один вариант меньше Чтобы спуститься в парк Зеленый остров Но, как видим, это вовсе не значит Что ограничивается доступность Посещения городского оазиса Кроме того, после ремонтных работ На каскадной лестнице Преобразится, так сказать, главная витрина парка Его основной спуск Около года назад по всей стране Проходило голосование по определению территорий Для благоустройства В рамках национального проекта Жилье и городская среда Жители Черкесска выбирали между сквером По улице Даватора И основным спуском в городской парк Культуры и отдыха В итоге было принято решение Реализовать обе предложенные заявки В рамках благоустройства Каскадной лестницы Предусмотрены работы По устройству плиточного покрытия На ступенях Приведем в соответствие освещение Будет достаточно освещенная данная территория Будут установлены грунтовые светильники На ступенях Также планируется благоустроить Прилижающую территорию Озеленить клумбы Именно с предстоящими работами Связаны временные неудобства При посещении парка Как говорят представители подрядной организации Параллельно с подготовкой лестницы Они начнут и асфальтирование моста Сейчас снимается старое покрытие Мы учитываем пожелания жителей Так как данный парк Пользуется спросом у жителей города Поэтому было принято решение Сначала перекрывать верхнюю часть ступеней А потом уже перекрывать нижнюю часть Поэтому доступа к зеленому острову Никаких проблем не будет Жители смогут в любое время поещать свой парк Несмотря на то, что работам на каскадной лестнице Отведено около четырех месяцев Подрядчики планируют завершить благоустройство Раньше срока Строители понимают эстетическую важность Для людей этого городского оазиса Разумеется, ремонтом основного входа Дело не ограничится По словам представителей мэрии Черкеска Спуску на зеленый остров со стороны улицы Роза Люксембург Также уделяется большое внимание В настоящее время сформирована заявка Ожидается решение комиссии Артур Махцера Солбердиев Вести Карачаево-Черкесия Республиканский перинатальный центр В целях снижения риска рождения Недоношенных детей Проинформировал о важности Соблюдения врачебных рекомендаций Что нужно знать будущей маме Чтобы обезопасить себя от угрозы Расскажет Дарья Тендит Рождение недоношенного ребенка Является большим стрессом для семьи По статистике количество преждевременных родов Увеличивается Чтобы обезопасить себя от угрозы Будущей маме важно вести правильный образ жизни И отказаться от вредных привычек Регулярно наблюдаться у специалистов Вовремя делать прививки Чтобы обезопасить себя и ребенка От серьезных инфекций Научно доказано, что если ребенку В первые 12 часов жизни ввели препарат От гепатита B То ребенок приобретает устойчивый иммунитет к вирусу Вакцинация детей проводится с письменного согласия родителей Отметила доктор Фатима Хубиева Недоказанные вещи Чьи-то призывы не вакцинироваться И что стало результатом Во многих регионах Российской Федерации Да и во всем мире Подняло голову горе Опасные заболевания Которые заканчиваются часто Или летальным исходом Или энцефалитом Менингитом После чего, если даже выживший Может остаться Инвалидом Плюсов от вакцинации много Препараты с большим стажем использования Неоднократно доказали свою эффективность Они проходят тщательный контроль И многочисленные исследования На территории России Обычно малыши хорошо переносят приивки После вакцинации За состоянием ребенка Наблюдают специалисты Бывает и так, что дети По состоянию здоровья Получают отвод от вакцинации Говорит Фатима Магомедовна Сегодня очень важно Заботиться о здоровье Ответственная подготовка к беременности Залог рождения здорового ребенка А вовремя сделанная вакцина Способна уберечь Тяжелого и опасного заболевания В очередной раз В Карачаево-Черкесском государственном университете Имени Умара Алиева Прошла Международная научно-практическая конференция Клычевские чтения Она стала важной платформой Для ученых и специалистов В области лингвистики Социологии, педагогики Языковедения И придала значимость Родным языкам в образовании Также в рамках конференции Наградили победителей Международного тотального диктанта Подробности расскажет Олеся Меликаева Клычевские чтения Проводятся в память О профессоре Рауфе Клычеве Он был не только Видным ученым-кавказоведом Но и замечательным педагогом Наставником молодежи На мероприятии собрались Ученики и его последователи Главной задачей которых Остается сохранение И развитие родного языка И традиций Исполняющий обязанности Ректора Кычагу имени Умара Алиева Тоу Султан Узденов Отметил Что Клычевские чтения Постоянно развиваются Меняются тематика Обсуждение вопросов И расширяется География участников На нашем традиционном Межегодном собрании И общественности И ученых И преподавателей Родных языков Для которых Не безразличны судьбы Языков народов Карачаева-Черкесии Вот уже начиная с 1972 года Почти 50 раз В начале это был как семинар Учителей родных языков Потом как региональная конференция Всероссийская конференция Сегодня уже С международным участием Имя Рауфа Духовича Известного Ученого Филолога Организатора науки Образования Декана Филологического факультета Карачаева-Черкесского Ныне Карачаева-Черкесского Государственного университета Собирает здесь Представителей Специалистов В работе конференции Приняли участие Ученые из республики Краев Северо-Кавказского И Южного федеральных округов Всего более 100 человек В онлайн формате Присоединились и преподаватели Вузов Грузии и Турции Было отмечено, что Разрабатывается Комплексная государственная Программа по сохранению И развитию родных языков Карачаева-Черкесии После того, как Не стало Клычева Какое-то время Они были Утеряны Статусы университета Мы уже подумали И ректорат нас поддержал Общественность Республики поддержала Педагогическая общественность Мы их возобновили В форме Клычевских чтений Сначала на региональном уровне Потом всероссийском Последние три года Мы уже получили статус Международного И принимают В нашей работе Обычно ученые И методисты Республик Руководитель Международного объединения Содействия развитию Абазина-абхазского Этноса Алашар В Карачаево-Черкесии Мурат Муков Подчеркнул Важность мероприятия Способствующего Сохранению Культурного наследия И национальной Идентичности народа Уже несколько лет Мы делаем Совместно с Университетом Важность этой конференции В принципе Что исподвигло Естественно Это сохранение языка Исполняющий обязанности Ректор КЧГУ Имени Умара Алиева Таусултан Узденов Вручил победителям И призерам Дипломы И ценные призы Он выразил Благодарность Кураторам Площадок За качественную Организацию Проведения диктантов Добавив Что язык Является Неотъемлемой частью Культуры и истории Мой отец Кочкаров Хасамин Мавлеевич Более 40 лет Проработал В школе В которой я сегодня Тоже работаю И он преподавал Ротной Карачаевский язык Мне всегда Было интересно На каком уровне Я владею Своим родным языком Поэтому я Принял участие На втором Тотальном Международном Диктанте Меня сподвигло Написать Этот диктант То, что Я люблю Свой родной язык Также Люблю принимать Участие В различных Мероприятиях Читают Что нужно Сохранить Свой язык Культуру Обычаи И передавать Их В другие поколения После торжественной части Начались пленарные заседания На которых Говорили Об основах Концептуализации Физического состояния Человека Стратегии Государственной Национальной политики Регионального уровня На примере Карачаева-Черкесии О вопросах Взаимодействия И взаимообогащения Языков Истории становления И развития Лингвистического Абазиноведения Трудах Абхазских И грузинских Ученых Олеся Меликаева Аслан Гирюгов Вести Карачаева-Черкесия Карачаевск 12 апреля В Госдуму На рассмотрение Был внесен Законопроект Разрешающий Регионам Принимать Собственные законы По обращению С бродячими животными То есть Субъекты Сами смогут Выбирать Что делать С такими животными Данная Инициатива Вызвала Бурные споры В обществе Многие Выступили Против Возможной Автаназии Бездомных Животных В том числе Жители Карачаева-Черкесии Подробности В материале Мадина Лайпанова Карачаево-Черкесия Против Эвтаназии Животных С таким Обращением Выступили Зоактивисты Черкеска После появления Новости О возможном Разрешении Автаназии Бездомных Кошек И собак Подобные Обращения Были записаны Практически во всех Регионах России Большинство Неравнодушных Граждан Указывают На серьезные Нестыковки В поправках Относительно Действующего Законодательства И конечно же Люди уверены Что в случае Их принятия Опасности Будут подвергнуты Не только Бездомные Животные Но и домашние Питомцы Которые могут Просто-напросто Потеряться А поправки В этот закон Они гласят Совершенно о другом Во-первых Очень ограничено Количество мест Пребывания Этих животных И потом Всем остальным Гражданам Запрещено Категорически Полностью Оказывать Какую-то Медицинскую Помощь Животным Запрещено Участвовать В их Спасении Запрещено Кормить Даже воды Нельзя налить Животным По нынешним Поправкам Предлагаемые Поправки Отменяют Положение Действующего Закона Об ответственном Обращении С животными В основе Которого Лежит Программа Отлов Стерилизация Вакцинация Возвращения По мнению людей Это может Спровоцировать Бесконтрольные Массовые убийства Бездомных Кошек И собак Вместо этого Активисты Предлагают Ужесточить Наказание Для безответственных Хозяев Большому сожалению Животных Стало Очень много В первую очередь Все идет От людей И моя позиция Чтобы Привлечь Людей Чтобы Обязать Это сделать В обязательном Порядке Как бы Регистрацию Чипирование Всех Домашних Животных Стерилизация Также В это Новая норма Закона Может быть Принята Госдумой Уже 16 мая В случае Одобрения Карачаева Черкесия В числе Остальных Регионов Должна Будет Решить Как поступать С бездомными Животными Напомним Что в нашем Регионе Нет функционирующего Государственного Приюта Для кошек И собак А программу По отлову И стерилизации На протяжении Нескольких Лет Осуществлял Индивидуальный Предприниматель Ставропольского Края Который Получил Тендер От управления Ветеринарией Республики Всего же В 2023 году Республиканское Финансирование Для решения Проблем Бездомных Животных Было Увеличено В два раза И составило 4 миллиона 700 тысяч Рублей Далее в нашей Рубрике Гость программы Разговор пойдет О лекциях Для населения По финансовой Грамотности Их перевели На карачаевский Черкесский Абазинский И нагайский Языки Для трансляции В эфире Радио России Это совместная Работа Регионального Отделения Банка России И телерадиокомпании ГТРК Карачаева Черкесия Альбина Ланкова Узнавала Насколько Успешной Стала Проведенная Работа А наш выпуск Завершен Хорошего вам Настроения И всего доброго